США поддерживают все усилия, направленные на деэскалацию, разгром терроризма и урегулирование в Сирии от комментариев американского госдепартамента по вопросу меморандума в Астане. А вот как еще реагировали в мире, расскажет Анна Ретикина. Два дня напряженных переговоров, где конструктивный диалог соседствовал с огромным показом. Пристальное внимание СМИ, само собой, прилагается. Аналитики оценивали шансы 50 на 50, но у них все-таки получилось. В течение двух последних дней участники астанинских переговоров провели обзор реализации соглашения режима прекращения огня и режима прекращения боевых действий. В результате страны-гаранты согласились подписать меморандум о создании зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике. Свои подписи под документом готовы поставить и обе стороны конфликта. Официальный Дамаск и сирийская оппозиция впервые в этом мирном процессе. Исходя из первоочередной необходимости сохранения территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, мы выражаем поддержку инициативе Российской Федерации по созданию зон деэскалации. И в очередной раз подчеркиваем свою приверженность следованию положениям соглашения о прекращении огня. В том числе отказ от нанесения бомбовых ударов по указанным районам. От встречи с российской делегацией, ровно как и от общения с нашей прессой, представители сирийской оппозиции отказались. Зато активно комментировали переговоры с зарубежным СМИ. Впрочем, некоторые наши зарубежные коллеги успели развить тему самостоятельно, додумав детали и факты. Именно так представитель США на площадке резко понизился в ранге. Астана на время стала Женевой, но Россия согласилась с турецкой или американской инициативой и рушит надежды на хрупкий мир. Сами по себе бесполетные зоны в последние два десятилетия прочно вошли в набор экстренной политической помощи ООН при обострении хронических вооруженных конфликтов. Применялись неоднократно в Ливии, Ираке, Боснии и Герцеговине. В принятии каждого из этих решений активно участвовала наша страна. Кстати, на самой Сирии небо уже закрывали, чтобы освободить Алеппо. Пока эти зоны определяются, то есть там уточняется граница этих зон, режим обеспечения, мониторинг над этими зонами. Вот как было над городом Алеппо летали наши беспилотники и просматривали всю ситуацию. Над городом и так далее. Так и будут, скорее всего, над этими зонами. Это такая очень кропотливая работа. Фантазировать на тему, не решила ли Москва перевести таки на русский знаменитая No boots on the ground, тоже не стоит. Напомним, что эта практика, укоренившаяся во времена администрации Барака Обамы, предполагает уведомление всех и вся в отказе от наземной операции при фактической работе на территории конфликта через прокси, то есть наемников. Зачастую ими становились и становятся не только бывшие военные из местных, но и участники многочисленных вооруженных формирований. Наше предложение как раз поможет их откалибровать. При переходе к политическому разрешению этого вопроса придется нести ответственность за те группы, которые являются террористическими, которые производят террористические действия. Поэтому я думаю, что подобного рода изменения масштабов и калибровки операции, они крайне важны, потому что возлагают на этих укловодов ответственность за те организации, те группы, группировки, которые орудуют на земле. Некоторые и вовсе не вооружены. Впрочем, история этого конфликта показала в современном мире, чтобы нанести удар. Иногда достаточно иметь лишь грим, несколько аккаунтов в соцсетях и надежный доступ в интернет. Анна Рицкина и Ольга Льюихина есть.